Всем привет! Сегодня мы обновляем нашу клумбу. У нас здесь лежало агроволокно, покажи, как на рядом клумбе. Вот лежало такое же агроволокно, но пролежало пять лет. Здесь была отсыпка кора дерева, сначала мелкая, потом крупная и сверху шишки. Все это было хорошо, но к сожалению сюда очень часто ходили коты и собаки в туалет. Плюс пять лет пролежало агроволокно, пора его сменить. Я перекопал участок, выровнял его сверху, присыпал песочком. У нас здесь два новых растения, два можжевельника. И теперь купили агроткань, будем стелить агроткань, а сверху отсыпка будет из камня. Да, в этот раз мы решили взять агроткань, она более плотная, надежнее и дольше прослужит. Его все советуют, если у вас есть капельный полив, под капельный полив. Капельного полива у нас по конечному будущее. Ну вот, так мы хотим постелить агроткань. Вот такая вот красивая и сейчас нам он занимался кройкой и шитьем. Да. Вчера, когда я перекопал, засыпал песочком, вечером пошел дождик. Так что он без того влажную землю увлажнил. Спасибо. А теперь, сегодня хорошая солнечная погода. О, первый. Вон, смотрите, пришел. Ушел. Испугал. Вынюхивает, высматривает. Что уж тут такое интересное было. Они постоянно там на солнышке у нас загорали и потом куча всего не очень приятного там мы находили. Потому что, как нам говорил продавец камней, да, что кора, она удобна для котов и собак, для животных, да, для совершения своих дел. А камни, если брать чуть покрупнее, то им неудобно отгребать эти камни, ну, как они обычно делают. Ну, так говорят. Попробуем. Посмотрим. Ну, по крайней мере, камни легче мыть. Взял там смойки керхер или какую-то другую. Да, тем более мы берем фракцию крупнее немножко, вот, не мелкую возле двора. Ну, во дворе уже можно более мелкую. Покажем то, что получится. Для нашей горбкани я взял на базаре бухту проволоки весом 2 килограмма и толщиной 3 миллиметра за 100 гривен. Вот. Сделал вот такие вот скобы. Хватило ее на клумбу длиной 9 метров и шириной 2 метра застелить агро-ткань вот такими скобами. Такая скоба была в длину 33 сантиметра. Я их наделал, закрепил агро-ткань и у нас еще осталось вот стукат. А сколько штук примерно ты сделал? Ну, штук 50, может, 70, может, 80, где-то так. Я их не считал. То есть выгодно брать вот такой моток проволоки и использовать ее для закрепления агро-тканей. Да, а в эпицентре где-то с десяток или штук 15 стоит около 40 гривен. Да. То есть их не хватает. Не выгодно, да. В эпицентре не выгодно. Поэтому берите вот такую проволоку, ей намного удобнее закреплять, можно размер разный делать. Мягкая. А ну покажи, да. Она мягкая, вот так вот сгибается. Легко можно сформировать. Да. То есть это без проблем. Ну, вот. Хорошая экономия. Просто чуть лишнего времени придется потратить. Ну, поскручивать посидеть. Да. Это успокаивает. Точно. Вот такая идея. Так что, может, кому пригодится. Так, делаем надрез. Мы решили поделить на три сектора. Вот мы первый сектор отрезаем полностью, чтобы легче было все это компоновать. И у нас получается целое, такая большая, большое полотно. Вот. Вот. Хорошее такое. И теперь это полотно мы будем мерить и вымерять по растению. Вперед. Сейчас выровняем, да, его правильно. И потом туда уже засунем. Ну, такое качество получше. Видите, такое плотное, хорошее. Оно пропускает влагу. Так же самое. Так, у нас есть такая линейка. Большая. Можно ею вымерить расстояние. Вот мы туру выровняли. Сейчас будем по ней обрезать. Сделали два надреза. И сейчас будем туда на два хорошее. Так вот их протягивать. Так будет легче. Измерили. И по крестику, видите, по красному. Сделали мы для розы отверстие. Крест-накрест вырезали. И одели. Все. Одну секцию мы почти сделали. Сейчас только вот так углы повыравниваем. Затолкаем палкой туда вовнутрь. Все. Промежуточный результат нашей клумбы готов. Мы застелили агро тканью клумбу. Все повырезали везде. Сделали вот так вот все очень хорошо. И теперь будем засыпать камнями декоративными. Обсыпали камушками. Клумба готова. Очень красиво получилось. Особенно после дождя камушки такие яркие становятся. Вот этот можжевельник нормальный. А такой же только вот здесь был. Он высох. Но сейчас вот этот вот можжевельник другой. Вот так вот смотрится. Скоро розы распустятся у нас. Разные-разные. Здесь очень красивые розы посажены. Еще скоро мы будем стричь туи. Потому что уже как раз нужно придать им форму нашим новым инструментам. С камешком мне больше нравится, чем с оцыпкой, сосновой корой. Более смотрится аккуратно. Мы сейчас делали обрамление побольше камешком и взяли их из нашей сауны. У нас как раз были. А в сауну мы потом новые приобретем уже. Вот такая клумба у нас получилась. Итак, давай теперь мы почитаем во что нам вошлась переделка клумбы. До этого у нас лежало агроволокно. Оно 5 лет отлежало. Мы поменяли его на агроткань. Агроткань более долговечная. Цена агроволокно стоит 19 гривен в квадратный метр. Агроткань стоит 64 гривен в квадратный метр. У нас 7 метровая клумба пошла 7 метров агроткани. 7 на 64 это получилось 448 гривен. Дальше. На оцыпку мы применили камень кварцит. Его стоимость 4 гривны килограмм средняя фракция. На клумбу 7 метров в длину и 2 метра в ширину ушло 610 килограмм камня. Это 2440 гривен. Плюс сюда, прежде чем постелить агроткань, я сделал перекопку и сверху посыпал песочком. Ушло 4 мешка песка. Каждый мешок стоит по 19 гривен. Для крепления агроткани я использовал не готовые уже скобы, потому что они стоят значительно дороже, а купил мягкую проволоку диаметром 3 миллиметра. Бухточка 2 килограммовая стоит 100 гривен 2 килограмма. У меня вышло примерно половина бухты, то есть это 50 гривен. Итого, если подсчитать все расходы, у нас получилось 3014 гривен или 108 долларов. Вот в такую сумму нам обошлась переделка клумбы. Результатом мы довольны. Получилось и красиво, и практично, и уже на долгое время. Так что за небольшие деньги мы получили шикарный результат. Продолжение следует... Продолжение следует...